приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно так замечательно сегодня 26 сентября вот только недавно у нас закончилась выставка инотранс это очень важное событие для нас всех это уже второе участие в инотранс первое было на транс 2016 соответственно и этот вебинар естественно хотелось бы максимально передать ту атмосферу которая там царила естественно это невозможно сделать друзьям в конце вебинаре вебинара обязательно посмотрите останьтесь мнение членов правления об сравнении инотранс 2016 инотранс 2018 и собственно тогда еще буквально в первые дни мы были полны эмоций сейчас эмоции также нас наполнили я могу сказать на год вперед на годы вперед до 2020 года точно наполнили эмоции но нам необходимо поработать сейчас планируется очень много поездок в том числе я планирую и в африку придется ехать и собственно в грузии у нас будет очень мощный тренинг обучения и соответственно конференция и в литве и вы все прекрасно знаете насколько события сложившиеся в литве буквально несколько лет назад но это отбросило нас на многие года назад и собственно строительство на тестовом участке ведется дорогие друзья на сегодняшний день я могу сказать только чуть больше двух с половиной лет и за два с половиной года было продемонстрировано то что мы с вами видим друзья это действительно поражает абсолютно все умы и воображение это побуждает людей которые являются крупными инвесторами финансовыми магнатами обращать на технологию skyway и более того сейчас мы создаем максимально уже создан максимально удобный механизм о котором вскользь евгений кудряшов говорил на нашей конференции после инотранса и собственно сейчас мы его юридически допиливаем доделываем обязательно это позволит нам уже привлекать инвестиции намного больше чем те инвестиции которые сейчас являются рекордными то есть это триста тридцать тысяч долларов от одного физического лица за один транш и собственно сейчас уже маячит после инотранса гораздо серьезные суммы и друзья это не может абсолютно не радовать ну давайте переместимся то есть первый день мы намеренно и это было я считаю разумно абсолютно сделано мы присутствовали в меньшем количестве на стенде skyway и собственно присутствовала инета анжана и в основном это был день именно skyway инвест групп нашего дружественного фонда который также привлекает очень успешные активные инвестиции но нельзя говорить друзья что есть только skyway капитал либо есть только trsv systems качестве инвест проводящая система либо есть только skyway инвест групп вот все вот эти вот дорожки все три ручейка ведут в большой океан открывающим нам возможности и перспективы инвестируя сегодня мы собственно голосуем своим активом денежным активом за то будущее которое мы планируем и желаем сохранить для будущих поколений и собственно на инотрансе 2018 естественно многие увидели то будущее которое уже свершилось сегодня это не могло не удивлять наших коллег сегодняшний вебинар я построю таким образом что будет более такая эмоциональная часть на следующем вебинаре мы неоднократно еще будем останавливаться и на инотранс 2018 потому что нужно описать нужно рассказать а что было на других стендах то есть я могу сказать что естественно инновации из инноваций это был стенд skyway это был высокоскоростной уже юнибус и юнилёд это наше народное такое пробочие название очень родное очень приятное кто только как не называл этот подвижной состав друзья естественно вы можете и свой пример привести то есть у него действительно такая очень интересная обтекаемая форма и это неспроста было создано так друзья потому что это красота красота рожденная именно в аэродинамике красота позволяющая нам в свое время продуть именно форму в аэродинамической трубе и тогда анатолий эдуардович заявлял что мы сделали действительно эволюционный прорыв в мире высокоскоростного транспорта и cx подвижного состава равен 0 0 6 то есть это собственно против 0 42 bugatti veron того спорткара замечательного автомобиля но который очень много кушает то есть это примерно полторы тысячи литров он кушает если перевод на киловатты 3000 киловатты и собственно наш высокоскоростной подвижной состав потребляет только восемь литров на машину друзья не на пассажира а на целую машину и вот этот концепт это действительно очень правильная дорога бесконкурентная бескомпромиссная это декларация нашим потенциальным конкурентам что друзья в первую очередь мы думаем о транспортной услуге максимально комфортном перемещении семей то есть это именно семейный автомобиль вы же помните наверняка что генри форд продемонстрировал в начале именно семейный автомобиль и для перемещения четырех пяти максимум шести людей этот транспорт стал стал использоваться собственно потом уже мы увидели массовое распространение и трамваев и троллейбусов и автобусов но это уже было как дополнение но массовый изрыв в индустрии и собственно если говорить про экономику про геополитику сделав ценным такой ресурс как нефть и взвинтив просто к небесам многие по арабские страны саудовскую аравию арабские эмираты дубаи абу даби многие соответственно по эмираты наших текущих арабских коллег кувейт катар и многие многие другие страны которые обнаружили вдруг у себя эти ресурсы собственно вот сейчас мы декларируем что наступает эра постепенно использования альтернативных источников энергии именно по этой причине наверняка анатолий эдуардович выбрал в качестве стратегических партнеров тех финансовых и инфраструктурных магнатов гигантов которые сосредоточены в том числе и на альтернативных источников энергии то есть солнечная и ветровая энергия я привел в своем выступлении друзья такой вот интересный факт меня он позабавил очень сильно то есть это конкурентные такие войны apple и уже китайских корейских коллег то есть на начале продаж во время начала продаж в некоторых городах примерно 200 300 зарядных устройств было раздано именно компании huawei и это было совершенно бесплатно и такая знаете записка что они вам понадобятся то есть проблемы будут зарядкой проблемы будут с потреблением электроэнергии и собственно друзья никаких проблем с учетом текущих наших стратегических партнеров многие потому что спрашивают естественно нужно генерировать где-то брать электроэнергии мы говорили неоднократно что skyway концепт вообще skyway который рожден гениальным инженером конструктором антоли эдуардовичем юницким может вообще генерировать до 70 процентов альтернативных источников энергии и только 30 процентов до 30 процентов из этого количества будет расходоваться на инфраструктуру skyway и соответственно немножко говорил 100 естественно процентов и 70 процентов оставшиеся их можно продавать их можно реализовывать их можно как-то использовать и в виде блокчейн экономики и я думаю что в октябре в ноябре мы обязательно это увидим в логике платформы которая была продекларирована от анатолий эдуардовичем юницким на экофесте и собственно на одном из вебинаров потому что огромное количество вопросов друзья задают какие планы конкретно что нас ожидает я порекомендовал бы тем кому не лень пересмотреть переслушать и мы обязательно остановимся более подробно на тех декларациях на тех утверждениях которые анатолий эдуардович высказал на экофесте 2018 и собственно вот это та стратегия развития те планы которые нисколько друзья не сбились и это радует это действительно вселяет силы и еще больше рвения работать развивать наш проект потому что на одном из закрытых заседаний то есть естественно был вопрос от нас как от членов правления вообще стоит ли говорить о каких-то именно сдвигах по планам антолий эдуардович сказал что никаких сдвигов нет и все что было продекларировано обязательно будет сделано и это неоднократно юницкий доказывал не словом не только лишь словом но и делом результатом то есть одним из афоризмов именно вот инотрансе 2018 результаты которые мы видим мировой премьеры высокоскоростного подвижного состава транспорта второго уровня по технологии skyway по технологии струнного транспорта это собственно результат того афоризма первого который пройдился на прошлом нашем вебинаре поставьте плюсики кому понравился этот вебинар из кабины юнилета я буду его так по-народному называть потому что мне этот вебинар наверняка нужно пересмотреть потому что очень много информации там было сообщено и что-то прошло сквозь уши я и всем рекомендую его посмотреть потому что антолий эдуардович это редкие моменты друзья это было только в 2014 когда юницкий больше часа вещал о технологии на ранних стадиях развития краудинвестинга редкие моменты когда фактически чуть больше 40 минут антолий эдуардович вещал абсолютно открыто абсолютно дружелюбно отвечает на все вопросы я думаю технические которые перед кем-то стояли кто-то желал задать потому что технических сомнений как раз таки в этом подвижном составе никаких абсолютно нет то есть действительно гений изобретательской мысли создал тот подвижной состав который призван совершить революцию я не люблю таких слов как революция поэтому скажу эволюцию в мире вообще транспортной индустрии и транспортные услуги и одна из главных деклараций которые делается и самим юницким и командой нами как членами правления думаю что всеми фондами это то что все таки мы создаем в первую очередь не какой-то конкурентный транспорт но услугу глобальную новую мировую услугу собственно есть несколько критериев которые без технических характеристик без каких-либо технических терминов супер понятны для каждого то есть это максимальная безопасность это максимальная экологичность это максимальная доступность и максимальный комфорт вот эти действительно составляющие позволяет развивать наш проект на сегодняшний день без всяких граней и собственно поэтому создаются и более так скажем прямые юридические схемы для входа крупных инвесторов потому что естественно это по откликам естественно это по желаниям тех людей которые присматриваются и друзья некоторые новости просто шокирующие на тот момент в хорошем смысле этого слова были сообщены на экофесте как обратный выкуп компании и так далее и тому подобное друзья когда это свершится вот поверьте на слово что то подсказывает как я обычно говорю что мы сможем общаться с такими действительно матерыми финансовыми управляющими фондов и собственно профессиональными квалифицированными инвесторами теми людьми которые неоднократно запустили стартапы целые компании как Питер Тиль как Ричард Брэнсон Арманд собственно сейчас налаживает максимально связи с Энтони Робинсоном то есть в начале сейчас с охранной службой ну собственно быть на связи с охранной службой это замечательно когда можно выйти на Энтони и далее уже максимально приближать к реальности приезда на экотехнопарк в Минскую область и далее соответственно территорию одной из арабских стран действительно корифеев мировой экономики и корифеев мирового инфраструктурного бизнеса нефтяного бизнеса потому что друзья в текущей ситуации все начнут водить жалом по потенциальным инвестициям потому что уже абсолютно не скрывая и я на этом обязательно остановлюсь на следующих вебинарах по текущей экономической ситуации которая пожидает потенциально теоретически возможно россиян то есть это достаточно неприятные факты то есть сейчас господин сечин и именно вот оплата подрядчикам роснефти было были отложены в предположение что рубль ожидает некоторые достаточно нехорошие известия и новости и собственно сроки оплаты переносятся и мы можем говорить то что skyway да это венчурный проект skyway это определенные риски сопряженные с потенциальными высокими прибылями но диверсификации максимальное раскладывание по корзинам то есть вот буквально сегодня тоже меня спрашивали когда я плавал в бассейне о тех моментах как распределять и так далее я я сказал то что всегда я говорю всем людям то есть максимально диверсифицируйте то есть это соответственно валюта доллары евро и может быть юаня даже сейчас это соответственно золото серебро у кого хватает таких активов если еще больше есть лишнего то это недвижимость именно институционная недвижимость и собственно не забудьте про венчурные направления самое выдающиеся и самое сейчас близкой коммерциализации на мой взгляд венчурное направление это проект skyway тем самым на одном языке мы можем общаться действительно с людьми не как-то их агрессивно привлекая в нашу действительность skyway но говорят таким полуотталкивающим способом и люди действительно прислушиваются потому что многие боятся то что инвестиции каким-то образом уплывут сгорят это неоднократно было в экономике самых различных стран друзья такое время и поэтому время skyway пришло еще в 2014 году когда фактически сразу многотысячная аудитория поверила в проект начала двигать в проект но тогда ничего не было тогда были лишь видео госсовета выступление перед медведевым выступление прошлых лет то есть сотрудничество с терехиным самым крупным инвестором skyway и по сей день одним из самых крупных инвесторов и собственно это старая история skyway которую нельзя забывать но с 2014 года начался совершенно новый этап крауд инвестинга который родил и создал антолий эдуардович юницкий и мы можем видеть подобные результаты действительно высококлассных по инженерной мысли подвижных составов которые будут перемещаться летать из стороны в сторону из из одной точки в другую по струнному рельсу и собственно это реальность в разрезе мировой экономики в разрезе венчурных инвестиций она абсолютно близка друзья потому что собственно вот те четыре года которые более четырех лет которые уже прошли с момента начала развития крауд инвестинга они неизмеримо малы по сравнению с тем как развивается рынок и даже если говорить про сроки то есть этот подвижной состав по сравнению с технологией симмонс примеру да был один из проектов то есть шанхай аэропорт но более шести миллиардов долларов было инвестировано собственно многие года были положены на то чтобы создать ту технологию и меньше года потребовалось для того чтобы мужик сказал мужик сделал то есть этим самым сказал анатолий эдуардов что то что он говорит всегда будет исполнено при достаточном финансировании и при соблюдении финансирования тех этапов которые заложены естественно сейчас остались считанные этапы то есть можно по пальцам одной руки пересчитать и это можно сказать крайние возможности при закрытии финансирования чтобы войти в проект skyway но поверьте мы сделаем все чтобы было интересно участвовать и инвестировать несмотря на то что остались осталось всего несколько этапов плане маркетинга мы обязательно это проработаем и друзья может быть осталось несколько этапов но их теоретически можно подразделить и начать некий обратный отсчет кстати поставьте плюсик то поощущает вот в рамках одного года что осталось год естественно это с запасом совершенно недолго когда финансирование корневой компании теоретически возможно потенциально уже не понадобится и корневая компания именно вход в корневую компанию будет закрыт навсегда будут открыты входы соответственно в адресные проекты в инвестирование каких-то новых технологий естественно мы говорили неоднократно про гипер скорости то есть это тысяча двести пятьдесят километров в час более тысячи километров в час и я больше чем уверен что на и на трансе 2020 мы увидим уже совершенно новый концепт и соответственно то что видим сейчас мы в реально действующем машине и вот наш юнилета поехал уже собственно продолжать испытания и испытывать совершенно различные нагрузки готовится к сертификациям получению всех разрешающих документов на использование на строительство и собственно будет бегать многие километры по территории нашего экотехнопарка то есть это главный тестовый участок на сегодняшний день в мире по проекту skyway и собственно это реальная машина это не прототип естественно были догадки что это возможно как какая-то модель моделька и мы можем сказать что модель моделька была в масштабе один десяти и собственно этот стенд был представлен там совершенно другой вид подвижного состава дабы конкуренты не увели мысли идею дизайн и до крайнего друзья нам удалось сохранить в тайне в конфиденциальности вот эту форму подвижного состава то когда это было представлено на инотрансе уже можно сказать мы несколько защищены не полностью защищены но мы показали первые на инотрансе 2018 такую как многие иностранцы называли что белорусы привезли какую-то ракету кто-то сравнивает с дельфинчиком кто-то сравнивает с птицей если смотреть именно с вида сзади либо спереди без разницы потому что фактически идентичные хвосты мы можем находить и спереди и сзади это обеспечивает максимально классную аэродинамику по коэффициенту аэродинамического сопротивления я говорил и собственно достигать без потери какого-либо комфорта без для пассажира без удорожания проезда скоростей 500 600 километров в час то есть этот этап достигнут виде юнилета на сегодняшний день и до сейчас нет адресных проектов у нас реально действующих по высокоскоростному направлению но друзья опять же то что было продекларировано и знали бы вы какую цену слова антолий эдуардович взял на себя я думаю что никто никто из нас не взял бы такую цену слова для реализации именно связанного проекта в арабских эмиратах то есть это огромнейшая цена слова потому что начинается серьезнейшая игра началась уже серьезнейшая игра и собственно к лету мы должны продемонстрировать для шейхов одного из эмиратов для шейха фактически можно сказать на один из праздников одного из шейхов сделать такой подарок и собственно мужик сказал мужик сделал тут уже никак заднюю не получится включить и никто этого не собирается делать я больше чем уверен что даже при текущем финансировании мы это обязательно сделаем но наблюдая ту тенденцию которая сейчас происходит после инотранс 2018 я думаю что мы сделаем и в арабских эмиратах и когда закрутится в европейском направлении а там собственно планируется также такое именно связанный проект то есть это одновременно и тестовый участок и проект пускай небольшой проект я в данном случае говорю потенциально про сан бернандина территория на сегодняшний день никак не поменялась и собственно я могу сказать что сейчас краудинвестинг абсолютно настроен для реализации этих двух направлений это необходимо делать и многие спрашивают а зачем строить в арабских эмиратах собственно это необходимо ли только для наших стратегических партнеров как некая отчетность друзья нет потому что в тропических регионах условно супер жарких регионах в условиях пустыни никак не продемонстрировать на сегодняшний день сейчас на территории мариной горки потому что там совершенно другие климатические условия и соответственно тестовый участок и зарождение нового мирового skyway центра мирового научного центра научно-исследовательского центра технологии skyway именно в одном из эмиратов и мы неоднократно говорили то что на огромнейшую сумму была выделена земля то есть это фактически в центре города в центре одной пистолицы одного из эмиратов я намеренно сейчас естественно кто-то догадывается кто-то наверняка знает но я не имею права говорить открыто эту информацию потому что она имеет некую конфиденциальность естественно все понимают куда отправился анатолий эдуардович непосредственно с корабля на бал сразу сына транс 2018 в крайний день анатолий эдуардович после 12 часов начали уже бизнес на бизнес встречу в командировку с павлом ской беда и собственно с делегации для проведения серьезнейшие уже не переговоров могу сказать но конкретные планомерные работы и мы с нетерпением ожидаем с вами дамы и господа когда будет вбит первый колышек так условно скажем первый стоп установлен возможно пограждений на новом уже связанном проекте в на территории арабских стран это будет для нас не то что праздник это будет для нас посыл к еще более мощному действию потому что друзья я всегда рекомендую вспомнить тот кто сомневается в актуальности той фразы мужик сказал мужик сделал вернуться на немножко в 2000 даже не 14 год два с половиной года назад когда только начались на геодезические исследования когда собственно на территории бурьяна заросшего бывшего танкового полигона родилось научное и будущее экономическое чудо это действительно чудо как и краудинвестинга так и инженерной мысли и в конце вебинара по дни из инвесторов наши соединили все виды подвижных составов фактически которые представлены на территории производственных площадей skyway technologies companies и также собственно уже во всю бегающие во всю летающие на втором уровне на территории экотехнопарка то есть это это действительно поражает это доказывает сотни раз что мужик сказал и мужик действительно сделал то что анатолий эдуардович нам декларировал еще в 2014 году что мы создаем самый крупный бизнес на земле в истории человечества и то что сегодня мы с вами инвестируем может именно создать огромнейшие потенциальные прибыли но которые я повторюсь сопряжены с высокими рисками и друзья мало было представить высокоскоростной подвижной состав непосредственно на выставке и на транс представьте что мы бы его представили без той поддержки наших стратегических партнеров а естественно симонс джави хитачи и собственно также и наши фуникулер конкуренты наши партнеры я как называю транспорта второго уровня туристического назначения они также не дуют вуз абсолютно и следят наблюдают пытаются узнать инсайдерскую информацию не исключаю что и через нашу систему краудинвестинга как-то старается это сделать но собственно сейчас мы в абсолютно равных весовых категориях потому что обзавелись до и на транс 2018 такими серьезными по арабскими партнерами и я бы сказал по арабской индусскими партнерами то есть это сразу авторитет и рейтинг и вес в не в разных направлениях и на территории азии и на территории арабских эмиратов и многие спрашивают по поводу постановились или нет направления в австралии в индонезии в индии друзья нет не остановились собственно сейчас фокус просто напросто сместился на арабские эмираты потому что о той цене слова которая была поставлена на кон анатолий эдуардов чем юницким а я могу сказать что на кон было поставлено много это судьба целой будущей корпорации это собственно судьба максимально быстрого принятия технологии и начало ее бурной коммерциализации потому что как говорят после строительства тестового участка на территории арабских стран сразу вереницей пойдет действительно множество адресных проектов сейчас не имеет смысла говорить какие это города какие это новые возможно искусственные острова и бизнес линейных городов также очень интересен нашим арабским партнером потому что это крайне интересное направление крайне высокоприбыльное направление если говорить про выстраивание в рамках мировой экономики и собственно вы знаете что сейчас за такое первенство борются несколько таких вот геополитических групп на стран это соответственно США естественно это китай это странные брикс и я могу сказать что арабский мир также желает в этом поучаствовать и с помощью технологии skyway будут абсолютно шансы в какой-то мере может быть не выступить на первый пьедестал но потягаться с такими корифеями и гигантами мировой экономики ну а мы друзья со всеми рады с сотрудничать тот кто слышит о технологии skyway тот кто понимает и собственно я могу сказать что так же как раньше обнять например юнибайк уже не получается обнять высокоскоростной подвижной состав на только хвост можно обнять битт анатолий эдуардович действительно как отец этого дитя это наше совместное все с вами дитя друзья юни лед так по народному его будем называть естественно это юнибус высокоскоростной по спецификации очень многие обращали внимание именно на технические характеристики у нас был очень классный стенд друзья высочайшего мирового уровня намного больше чем на инотрансе 2016 плюс был выставлен 18 местный юникар городской пассажирский транспорт уже испытанный и пробегавший тысячи километров по территории экотехнопарка и собственно который перевез уже также тысячи пассажиров 4 августа на экофесте это ли не испытание для будущего городского пассажирского транспорта и собственно вот на территории стенда были представлены все технические основные характеристики я видел неоднократно что люди руководители корпорации постанавливались и просто подвисали просто читали эти технические характеристики и результатом работы несмотря на то что было просто огромное обилие инвесторов друзья как обычно на наших стендах на выставках тех кто поддерживает проект skyway я думаю что на следующей выставке нужно уже вводить какие-то бейджики какие-то цвета чтобы определять все-таки наших инвесторов и говорить проходящим мимо делегациям что вот люди с бейджиками это собственно наши активные инвесторы партнеры и собственно те кто уже инициирует адресные проекты ну каким-то образом так скажем юлить несколько и чтобы уже среди этого обилия действительно людей видите ощущать интерес от потенциальных делегаций но я могу сказать из тысячи визиток головной компании которые были распечатаны на инотранс намеренно не давала не анастасия не андрей не другие работники стенда я в этот раз не работал на стенде именно в качестве экспонента и в качестве того кто рассказывает без перерыва про технологию я был немножко уже в стороне с инвесторами с нашими партнерами общался по поводу и потенциальных адресных проектов и с различными представителями самых различных стран представители skyway инвестгрупп уже работали собственно сменили наш штаб так скажем на прошедших уже выставках дали в джакарте в бангкоке когда я арманд когда собственно многие люди работали на выставках сергей антолич сибиряков просто с утра до ночи работал на выставках наверное больше всех понимая ту технологию которая сейчас рождается и приобретает очертания коммерциализации я намеренно друзья сейчас не говорю о самих ощущениях внутри подвижного состава то есть я думаю что мы отдельно будем останавливаться такими вкраплениями на вебинар потому что по фотографиями естественно вы видите что это высочайшего уровня инженерное изобретение это достойного уровня и сегмента и лакшери спорткар электрокар собственно супер качество сделаны материалы многие сравнивали кресло с креслом бмв и некоторые секреты анатолий эдуардович так шепотом поведал что действительно мы на уровне современных брендов и я думаю что александр синкевич горд в том числе результатом своей работы и друзья это счастье и радость когда к нам присоединяются те инженеры конструктора и те специалисты высочайшего уровня своего дела которые раньше прозвивали такие направления например как емобиль и собственно сейчас уже полностью самореализуется в управлении процессами для того чтобы без сдвига сроков показать высочайшего сложнейшего уровня подвижной состав по сложности можно сравнить этот подвижной состав естественно с авиацией естественно современным самолетом ну а если говорить друзья по затратам топлива то неоднократно мы останавливались на том что собственно 8 литров всего лишь потребляет на 8 литров потребляет вся машина на 100 километров и если говорить про робус про боинг примерно 3-4 тонны на 100 километров потребляет эта машина то есть 8 литров на машину и такое погромное количество топлива но естественно методов методом совершенно простейшей арифметики совершенно простейших вычислений можно прийти к выводу что пи 40 и 50 пассажирские юни лед будет потреблять намного меньшее количество топлива чем современная авиация и друзья можно по-разному оценивать сейчас вступили ли мы на конкурентный рынок и являемся ли мы конкурентами антолий эдуардович без всяких страхов и каких-либо сомнений была тоже такая история на выставке что подходит представители одной из железных дорог одной из европейских стран и говорят что так и так желаем сотрудничать мы с вами партнеры на что антолий эдуардович говорит с улыбкой действительно с открытой улыбкой это знаете как я могу сказать кутузов в свое время говорил иду на вы также антолий эдуардович в лицо потенциальным конкурентом говорит что мы с вами мы с вами не партнеры и никогда не будем партнерами стоит понимать что мы с вами конкуренты и друзья говоря такие слова наверняка антолий эдуардович просчитал максимально стратегию развития наверняка он понимает что при реализации декларации для арабской страны какой маховик развития нас ожидает постоянно раскручивающийся с каждым адресным проектом и антолий эдуардович осознает что гарантом ответственности исполнения прибыльности обязательно который который сейчас выдает головная компания собственно выступает в первую очередь только он но друзья это было раньше сейчас я могу сказать и это огромная удача для проекта skyway вот собственно уже многие месяцы назад проекту присоединился высочайшего уровня дипломат специалист переговорщик стратег человек разбираешься как в экономике человек можешь способны выбить скидки начиная от стоимости автомобиля заканчивая и каких-то первоначальных оплат исследований на территории парабских стран и заканчивает непосредственно уже многомиллионными скидками при обсуждении выгоды для головной компании именно от конкретных адресных проектов это павел скойбеда это действительно специалист высочайшего уровня который присоединился к нашему проекту и все течет все изменяется много очень вопросов задают по поводу и виктора бабурина я на эти вопросы друзья отвечаю всегда так что за других людей я не имею права говорить но подназначно могу сказать что проект skyway настолько быстро развивается что иногда юницкому приходится делать очень жесткие решения и правильное это решение либо это были немножко несвоевременные решения думать некогда потому что нужно принимать решение очень быстро и фактически молниеносно что анатолий эдуардович и делает вовремя держа в голове естественно общий вектор развития и принимает некие решения сейчас я могу сказать всем арабским направлением занимается павел скойбеда и собственно неоднократно друзья я ждал этой фразы и я действительно у меня были вопросы по поводу начала строительства по поводу того будет это позиционироваться в открытом режиме или нет павел скойбеда действительно стер все какие-то хотя бы маломальские не то что сомнения вопросы потому что сомнений при текущем этапе развития у нас не может быть это то что для skyway наступает золотые времена друзья я могу назвать это афоризмом номер два выставки на транс 2018 для всех инвесторов и для всех людей кто поддерживает проект skyway кто поддерживал до новейшей истории развития потому что он сообщил что не представляете в какое время вы сейчас входите и собственно друзья это не мудрено потому что то что было в компьютерной графике продемонстрировано то что держалась в строжайшем секрете и собственно только не многочисленные делегации совсем некоторые люди малое количество людей могли видеть очертания высокоскоростного подвижного состава когда происходила экскурсия непосредственно по территории производственных площадей skyway technologies друзья я могу сказать те кто видел не проболтался и информация не уплыла это говорить о правильно выбранных делегациях составе делегации потому что естественно это можно было как-то перекупить информацию как-то выпытать друзья не утекло и я могу сказать что в этом наша сила сохранение максимальной секретности и создание одновременно вау эффекта но основной вау эффект друзья что вот я могу с какой-то птицей сравнить с ястребом таким вот именно с клювом ястреба именно вот наше высокоскоростной подвижной состав что было продемонстрировано в виде компьютерной графики то что мы увидели уже в реальном воплощении в реальной сложнейшей машине и собственно закрылки в том числе и открывается закрывается для торможения но это происходит намного более эффективно чем современной авиации это происходит при использовании современных альтернативных источников энергии проблем с получением пока что если не вырабатываем сами будем вырабатывать и будем вырабатывать много и солнечной и ветровой энергии вы видели неоднократно что у нас есть комбинированные станции с солнечными батареями с ветряками и моделей ветряков солнечной батареи будет очень много но пока у нас такой возможности на ранних шагах плавные но уверенные поступью по адресным проектам нет мы максимально уверены в активах и в ресурсах наших стратегических партнеров и собственно я с нетерпением ожидаю той блокчейн платформы которая будет запущена собственно мы неоднократно проштудируем потому что всем как обычно лень посмотреть я бы вообще друзья рекомендовал посмотрите 8 часов вот этой записи пк феста 2018 кто только присоединяется к проекту skyway друзья сбросьте не стесняйтесь эти ссылки потому что сейчас естественно мне будет сложно найти и осознайте погрузитесь в ту атмосферу которая сейчас уже царит на территории тестового участка нашего экотехнопарка в мариной горке на улице звездный путь друзья это действительно такой звездный путь сквозь тернии к звездам проходим мы некоторые тернии по проходим мы некоторые недопонимания но друзья уже вот собственно и в литве будет конференция такая глобальная масштабная и собственно многие в том числе суды мы выигрываем и в плане развития краудинвестинговой системы то есть есть вопросы некоторые регуляторов недавно очень серьезный паспект был подтвержден и собственно выигран я думаю что владимир маслов об этом подробнее расскажет на территории австрийских стран австрийской страны это очень серьезные доказательства правомощности развития нашей технологии что я не могу сказать о многих проектах которые сейчас многие со скамились многие приближаются к скаму и те проекты которые запустились 2014 году те инновации вы помните тот автобус удивительно неуклюжий и погромный китайская венчурная разработка под которым должны были перемещаться автомобили естественно трамвай естественно троллейбус и сейчас он просто пылится в ангаре стоит поднять историю собственно может быть уже был перевезен из ангара выполните венчурный проект который вложили миллиарды крупные инвесторы элизабет колмс то есть сейчас насколько я знаю идет идут очень серьезные судебные тяжбы я говорю только про венчурное направление вы помните проект sky trend который позиционировался что более полутора лет назад уже начнется строительство на территории одного из израильских городков и на территории столицы израиля что произошло сейчас мы ничего не видим вы помните матрина перти которые позиционировали как именно концепт такой гондолы по автоматизированной передвижной а собственно проект skyway доказывает делом что мужик сказал мужик сделал и этой стратегии следует вся компания и вся крауд инвестинговая система друзья мы не сеть мы система работающая по четко слаженному плану стратегии и являющийся бесперебойным механизмом что может сейчас перебить этот механизм друзья я могу только предположить естественно есть риски естественно есть факторы естественно ничто не убирает венчурность нашего проекта но друзья цепь становится наиболее прочный день от дня и неделя от недели собственно сейчас в ближайшее время мы ожидаем новостей и с каждым вебинаром я могу сказать что вебинары по средам которые проходят они сейчас будут проходить где-то два раза в месяц потому что ну действительно нам очень много сейчас предстоит перемещаться то есть очень мощно мы будем запускать кстати друзья вдумайтесь вроде как индийское направление сейчас отложено несколько в сторону но не приостановилось и таким образом мы имеем возможность сейчас бурно начать развивать индийское направление что и будем делать будет на азиатском пространстве сделан ряд очень серьезных конференций и собственно мы будем максимально уже активно развиваться и на территории индии чего ранее сделать было нельзя и уже в завершении своего монолога сегодняшнего друзья я могу сказать что на стенде было как я сказал свое мнение жарко горячо и было просто пекло потому количество людей которые посетили наш стенд но собственно может было счетчик даже какой-то электронный если установить мы бы установили рекорд естественно кто-то говорит что это только инвесторы не было серьезных делегаций но друзья я с этим поспорю сбросьте коллеги те выступления кирилла бадуль на по результатам выставки на следующем вебинаре я обязательно остановлюсь на этом более подробно потому что делегации были договора были подписаны меморандумы о сотрудничестве были были подписаны письма о намерениях с закрытым финансовым группам собственно я уж не говорю про количество просмотров тех роликов которые делали лидеры активисты движения skyway разных фондов это просто десятки тысяч просмотров только на одной странице и собственно дрипосты говорят уже сами за себя огромное количество людей просмотрели нам друзья сейчас не представляется возможности анатолий эдуардович говорил об этом в интервью как-то рекламироваться грандиозно по телевидению да и не хотим мы этого делать потому что говорят за себя вот те технические характеристики которые вы видите над юнелетом мы не можем сейчас ходить в какие-то тренды youtube как вирус в положительном смысле этого слова потому что взяты определенные обязательства исполнить и создать и чтобы действительно золотые времена наступили которых неоднократно повторил павел скобида выставки и на транса 2018 и реализовать технологию skyway в арабском направлении тогда я даже не представляю какой бум и пиар в масс-медиа пространстве начнется и мы это все с вами друзья увидим возможно тогда и не будет уже возможности войти в головную компанию в качестве инвестора но обязательно мы как члены правления уже можем сказать это наша обязанность для того чтобы под подготовить почву для входа в адресные проекты для реализации направлений привлечения инвестиций в новые технологии юнитского и собственно тех векторов которые будет задавать головная компания очень скоро мы узнаем мнение головной компании об необходимости либо наоборот полная фокусировка на арабских эмиратах и на европу пока не отвлекаемся по сан-бернандина то есть сейчас как мы говорили готовится бизнес-план и он будет защищаться у головной компании непосредственно антоли эдуардовича юнитского я могу сказать что сейчас кирилл бадулин руководитель департамента адресных проектов многим просто не отвечает на email не потому что нет желания какого то можно поставить автоответ друзья но это будет неправильно потому что огромное количество заявок по адресным проектам сваливается в почту но полная фокусировка на арабском направлении потому что все что было продекларировано на инотрансе 2018 в ходе именно таких вот приватных бесед это было сказано на экофесте 2018 анатоли эдуардовичем юнитским и нисколько сроки не сдвигаются я намеренно переспрашивал то есть чтобы держать в курсе и в первую очередь нас как членов правления передачи этой информации и поповещение всех инвесторов и передачи всем друзья потому что то что свершилось это наш общий праздник это действительно событие это действительно показывает и доказывает то что было это что стало то что было из визуализации из договоров сейчас превращается в реальные рабочие машины мирового уровня прорывные на которые анатолий эдуардович уже не стесняется и боится говорить что мы с вами уже не партнеры мы с вами конкуренты и собственно это это говорит о многом потому что естественно анатолий эдуардович сто раз подумает в голове перед тем как что-то сказать и то что у нас происходит происходило с онлайнером то что и во время инотранса пытались пролить грязью это не останется безнаказанным и друзья что я могу передать от анатолия эдуардовича не стоит бояться когда нас поливает грязью когда мы собственно сейчас уже на таком этапе реального воплощения реальной демонстрации мировой презентации подвижного состава высокоскоростного подвижного состава и собственно юникар 18 местный о котором мы обязательно поведаем на следующих вебинарах на встречах на конференциях он уже работал я могу сказать действительно работал как человек это транспортный андроид на улице в духоте собственно многие представители головной компании работали в берлине было жарко как обычно на конференции после инотранса у нас начался дождь а во время конференции светило солнце я могу сказать вечером даже пошел снег в берлине именно такой мокрый мелкий снег мы на свет от автомобиля посмотрели действительно что ли это мелкий мокрый снег друзья действительно но во время конференции светило солнце выглянуть выглянуло солнце ночью до конференции лил дождь это друзья я могу сказать что то место куда приходят люди объединенные глобальные идеи юницкого и вообще объединенные идеи реализации транспорта которые позволят сохранить планету для будущих поколений это говорит о том что влияет на уровне квантовой наверное физики даже на погоду то есть это повторялось неоднократно друзья и вновь повторилось и как говорится и вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди как попелось в песне перепевки все ее конечно же из нас с вами знают продолжение вы видите эту картинку которая показывает текущую ситуацию сейчас на зеленую на светлую сторону я надеюсь искренне что к нам перешли окончательно арабская сторона я надеюсь искренне что у них нет каких-либо своих таких скрытых планов которые не видит на сегодняшний день юницкий не видит не осознает не подсказывает юницкому павел скойбеда потому что собственно вот ответственность сейчас лежит по стратегии развития естественно на головной компании на антоле эдуардовича юницком на павле скойбеда за арабское направление тот кто разрабатывает блокчейн направление мы начали этот процесс делать в качестве крипто энтузиастов и дошли до определенного этапа передали наработки сейчас по блокчейн направлению соответственно ответственность лежит но она с вами друзья ответственность это развитие проекта это его реклама пока у нас нет возможности выходить в тренды youtube пиарится в виде телевизионной дорогостоящей рекламы максимально рассказывать по проекте skyway тем людям которые желают вписаться в нашу систему я повторюсь систему они сеть то есть это крауд инвестинговая система это нечто более новое которое позволило создать нам то обилие подвижных составов которые вы видите на картинке друзья и это это просто обилие технологий это просто рассвет и это технологии инновационный транспорт с самых различных ракурсов начиная от транспорта второго уровня заканчивая уже и заканчивая тут даже неправильное слово завершая и предвосхищая новые разработки уже даже для людей с ограниченными возможностями потому что мы с вами собираемся сохранить планету для будущих поколений абсолютно всех категорий людей абсолютно всех национальностей абсолютно всех стран потому что каждый день мы строим skyway спасаем планету и даем дорогу мир транснету друзья вот такой вот вебинар я постарался минимум технических характеристик вам давать потому что только факты про адресные проекты про делегации даже буквально вкратце я пробежался готов ответить на ваши вопросы если таковые имеются но я рекомендую впитать энергию от этого вебинара останьтесь обязательно потому что сейчас я включу видеоролик по поводу мнения членов правления skyway капитал то есть каждый высказал свою эмоцию свою возможность свою ощущение на того что мы увидели на и на транс 2016 и что мы увидели сейчас на и на транса 2018 это неподдельные эмоции которые подкреплены конкретной стратегии конкретными расчетами и конкретными фактами которые предоставляет и декларирует нам головная компания чего повторюсь не скажешь о многих проектов которые запустились как венчурные направления так и не говорю уже про различные млм проекты подкреплен либо криптовалютой подкрепленные либо какими-то блокчейн типа технологиями многие сейчас перри переживают фазу бурного роста потому что естественно свете текущей экономической ситуации народ ищет куда инвестировать как спастись где обрести народный экономический ковчег но одним из выходов который не гарантированный также который является венчурным это наш международный глобальный интернациональный экономический ковчег и собственно вот доказательством этому является то то что мы увидели на конференции на транс абсолютно спонтанный то есть мы где-то за месяц собрали аудиторию чуть больше месяца висело оповещение больше трехсот пятидесяти людей то есть это те люди которые пришли послушать уже выступления спикеров я там в том числе выступал и все члены правления и кирилл бадулин выступил о результатах выставки и на транс и что нас ожидает в будущем но в будущем наступает золотые времена цитата уже классика павла скобина строй skyway спасай планету друзья так вопросы вопросы так 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 вопросов почему то нет блокчейн платформа ожидаем друзья я намеренно обязательно составлю тезисы выступления анатолия эдуардовича юницкого точнее составит наш именно тезиса мейкер человек который умеет кратко излагать мысль того что было сказано долго и собственно мы это все озвучим чтобы у всех на устах и у всех в умах это было фермерское направление анатолия юницкого собственно это вопрос головной компании и все что будет продекларировано головной компанией имеем мы к этому отношения или нет имеет смысл я про это не имею права говорить потому что точную информацию предоставить вам не могу как вы заметили я стараюсь говорить только факты только реальную действительность по поводу обратного выкупа тоже собственно работа над этим ведется и анатолий эдуардович от этого не отказался но естественно этому должны предшествовать некие факторы в том числе и начало работы по арабским странам итак друзья до скорых встреч на следующих вебинарах счастливо а теперь мнение всех членов правления видео обога о просто это Продолжение следует...